Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки. И Бог показал каждому из нас, трем человекам показал, что очень важно то, что мы хотим принять в свою жизнь и получить, мы должны отдавать это другим. Аминь. Доброту, любовь, улыбку. И Бог показывал, знаете, что порой мы относимся к людям, считаем, что они могут быть ниже или они хуже. И Бог показал, а если это твоя дочь, а если это твой сын, а если это твоя мама, как бы ты поступил? И Бог нам сегодня говорит, чтобы мы поступали к людям так, как мы хотим, чтобы вы поступали к нам. Аминь, друзья. Пусть Бог благословит сегодня нас. Потрясающие эти три дня были семинары, нам служил архиепископ Сергей Журавлев. Давайте его поприветствуем. Он сегодня нам будет уже слово, архиепископ его употребит, и мы будем принимать, как от Бога. Проходите, пожалуйста, отец Сергея. Слава Богу. Слава Иисусу Христу. Слава на веки Богу Святому. И братья и сестры, дорогие друзья, я рад послужить был эти дни вам семинаром, Божьим Словом, свидетельством. Те, кто не были на семинаре, у вас есть возможность в записи все посмотреть, поэтому не поленитесь, посмотрите и порекомендуйте вашим друзьям этот семинар, потому что думаю, что очень многим на пользу будет посмотреть его, прослушать его. И братья, сестры, дорогие друзья, благодарю Бога всемогущего за служение мое евангельское, такое реформаторское, православное служение. Приветствия всем вам, привет вам с Киева, от нашей Киевской архиепископии всей, от наших батюшек, матушек, да, от наших церквей. И, слава Богу, приветствия от моей семьи, они тоже сейчас подключились там, вот, от моей супруги, от наших шестерых детей, двух внуков, трех котов, от всех наших, короче. На сколько я понял, котов все смотрят как раз. Да, так что передаю привет сразу. И, братья, сестры, семинар я начинал каждый вечер словами из Евангелия от Иоанна. И хочу сегодняшнее тоже слово как раз посвятить этому и продолжение, как некое непродолжение, как бы вот завершение этого семинара в сегодняшнем собрании сделать. Я цитировал из Евангелия от Иоанна, 8.32, где написано, и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познание истины, познание Господа, познание Христа. Бесконечная тема, великая тема, братья и сестры, ради этого познания, Павел однажды все почел засор, весь свой прежний религиозный опыт, ради познания Господа, с этим ничто не сравнится. Каждый из нас по-разному переживает, конечно, и у каждого свой путь какой-то к Господу, путь с Богом, у каждого свой. Я свидетельствую часто о своем пути с Господом, о своем пути к Нему и в Нем. Я не искал Его, Он нашел меня в неполно в 13 лет, в 12,5 лет. И у нас с Нем была первая встреча, которая изменила все. Первая встреча, она всегда самая незабываемая. Потом будут многие другие встречи у нас, но когда мы встречаемся первый раз, мы помним эту встречу. Если вы женаты, замужем, много лет, к примеру, да, уже, вот, к примеру, мы с супругой почти 30 лет, да, вместе. Но я помню нашу первую встречу, первая, когда увидел ее, я помню это. И это незабываемо. У нас один священник, есть епископ теперь, уже Юрий, отец Юрий, да, значит, он, они с супругой золотую свадьбу сыграли, и они уже больше 50 лет, почти 60 лет вместе. Теперь уже, вот, и уже, ну, преклонного возраста, оба, понятное дело, вот, если почти 60 лет уже вместе, в браке. Это благословенная семья Провкиных, я очень люблю их, благословляю, и, знаете ли, часто очень так вот, с таким теплом, сердечным, вспоминаю их в молитве, и так вот, на общение. Вот, мы тоже общались на эту тему, и он тоже, Юрий Михайлович, говорит мне, что, да, я помню, когда первый раз увидел свою будущую супругу, будущую избранницу, вот. Тогда еще девчонку совсем, вот, помню ее, и, знаете, интересно, в процессе нашей жизни христианской у нас есть с ним разные свидания. При разных обстоятельствах, большие и малые встречи, каждодневные, какие-то особенные встречи, какие-то особенные-особенные встречи в экстремальных условиях, в стрессе, или в совершенно длинных таких условиях, вот. Вот, и я знаю, что это прекрасно, и будет потом последняя встреча, великая, после которой уже ничто не разлучит нас, и благодарю Бога за это. И первая встреча моя с Господом была, да, вот, в неполно, в 13 лет, когда я умер, заболел, и врачи не смогли спасти меня тогда. Умер от пневмонии, двусторонняя пневмония, у легких отекли, и наступила смерть. Вот такая была история. И когда я умер, то я не понял, что я умер, потому что я не перестал существовать, не испарился, не растворился. Я был ям даже еще лучше, чем всегда, и как будто я проспал, вот, почти 13 лет, и мне снился неплохой сон, хороший, все нормально было в этом сне, но, наконец-то я проснулся, наконец-то я в реальной реальности. Эта реальность тоже хорошая, она очень хорошая, удивительная, в ней много есть интересного в этой реальности, и самое, наверное, удивительное в этой реальности, это время, которого нет там. Там вечность, это тоже хорошо, это вообще по-своему очень даже хорошо, вот, но время по-своему тоже очень хорошо. Это тоже творение Божье, которое весьма хорошо. Все, что он сотворил, все хорошо. И, конечно, первая с ним встреча самая незабываемая. И когда я был перед ним, то я не знал, мне не с чем было сравнить вообще то, что я видел. И до сих пор, до сих пор мне не с чем сравнить. Хотя прошло почти 40 лет, но я до сих пор не могу ни с чем сравнить. Из того, что знаю, ощущал, переживал в своей жизни за все эти годы. Потому что это не сравнить с мамой, с папой, с женой, с детьми, внуками. Ну, все, что можно испытать в этой жизни, не сравнишь. Потому что это оригинал. Это то, что... Одним словом, он очень хороший. Я братьям порой рассказывал, когда об этом даже у себя в церкви говорю. Ну, в принципе, рассказывая, не рассказывая, все равно не поймете особенно-то. Говорю, помрете, сами поймете все. Вот. А как Хаджана Средин говорил, помните Хаджана Средин, да? Мне нравится его извлечение. Там одно у него такое есть шикарное. Сколько ни говори, халва-халва, во рту славка не станет. Поэтому можно много чего говорить, но, помрете, сами поймете, что он очень хороший на самом деле. Вот. Но самое-то важное не то. Самое важное, что здесь, на земле, он нам дает вкушать его, познавать его. Когда я был здесь в первом уроке, вот в прошлые разы, здесь вот в Доме Хлеба, ну, в другом месте было собрание просто, а мне здесь нравится очень, здесь так светло, и, значит, да, как-то более располагающе даже. Но вы знаете ли, там у вас было как-то темновато все. Вот. И, ну, главное в сердце было святого, самое главное. Вот. И, знаете, друзья, я делился тем, что мы погружаемся в него, а он погружается в нас. И то слово «баптизо», которое там есть в Новом Завете, это в словах Иисуса, когда он уходил, кто будет веровать, сказал, и крестится, спасен будет. Да? Кто не будет веровать, осужден будет. То есть, осуждение или же, вот, спасение. И крещение «баптизо», «баптизо», это в современном вечерском языке означает погружение в смысле окунания. Но в старом означало, я говорил об этом подробно, поэтому можете посмотреть, кто не слышал это, посмотреть эти старые записи. И проникнуть за этим. В старом греческом означало погрузиться и там и остаться, и пропитаться всем тем, во что-то погружен. И я рассказывал, что, такой пример наглядный, что использовалось чаще всего для описания соленья огурцов. Вот, и малосол греки не называли баптизо, баптистскими огурцами называли те огурцы, которые прошли полностью просолку, которые уже просолились и имели соль в себе. И Новый Завет говорит нам, имейте соль в себе, чтобы мы имели соль в себе. И поэтому пропитаться Господом, пропитываться им, в этом христианство. Он пропитывается нами, мы пропитываемся им. Мы погружаемся в Него, верующие, Он погружается в нас. И поэтому христианство – это богочеловечество. Богочеловечество. Это удивительная тайна. Христос в нас. Величайшая тайна во вселенной, друзья. И в послании к Риминам здесь несколько строк есть. Я хочу прочесть некоторые строки, эти из Писания. Вот здесь много таких прекрасных сравнений, что просто дух захватывает. И в конце восьмой главы здесь есть несколько строк. Вот я их хочу прочесть, наверное, вначале. Вот. Ну, с тридцать пятого стиха и до конца там. Восьмая глава Кримина. Тридцать пятый стих. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонения, или голод, или ногота, или опасность, или меч. Как написано, за Тебя уничтожают нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклаве. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни какая, ни другая какая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Братья, сестры, наше погружение в Господа, наше познание истины, это познание Христа, познание Бог во Христе, Он примирил с Собой мир и Он явил Себя. Никто ни до Него, ни после Него не смог так совершить подобное, ничего, даже близко. Иисус Христос есть эта истина. Кстати, вот я присоединяюсь к молитвам вашим, которые здесь уже прозвучали сегодня, за 22 июня, да, вот молитва будет о служении, когда она здесь, слава Богу. И люблю молиться за людей, но на практике, вот я замечаю в своем служении, большей частью исцеления, освобождения и многие другие чудеса совершаются в жизни людей нерелигиозных, особенно не церковных, как-то проще, вот они принимают все это, просто принимают и все. Многим верующим, видимо, людям религиозным особенно очень сложно, потому что, находясь, как бы, в церковной ограде, вроде как, да, человек настраивается на такую волну, что заслужить, как бы, вот, заработать что-то, проанализировать, вот, я не получаю или получаю потому или потому. Вот, это очень печально, конечно, потому что богословие, оно хорошо, но имеет такую обратную сторону медали, не очень хорошую. Я сравниваю это, знаете ли, вот с чем? С тем, чтобы, вот, к примеру, любовь определить и изучить, рассказать, как, допустим, химик может рассказать ее, да, со знанием химии, допустим, совершенным знанием химии этого предмета, этой науки, или, допустим, биологии, да, или, допустим, там, физики, да, человек может, ученый человек, много знающий, познающий, да, он может рассказать об этом. Но когда этот химик, физик, он влюбится сам, вот, он увидит все совершенно по-другому. Знаете, кто не любит Господа Иисуса Христа, у него проблемы серьезные. И неважно, он церковный, не церковный человек, религиозный или нерелигиозный, неважно любить Господа, погружаться в Него, и знать догматику церковную и учения церковные многие, это разные вещи, король. Знаете, в православной среде свои проблемы, у нас своих проблем хватает, у вас своих проблем хватает. Как ни странно, но когда среди множества учений есть свои проблемы, много теории знать, много знаешь, скоро состаришься, или, как говорят, все знают, много дэн-дэ не летает. Вот, и, дамы и господа, будем учиться ходить по воде. Вот, здесь никакая теология нам не поможет. Будем учиться любить, и здесь никакой богословий нам не поможет. Надо довериться Ему, довериться и познавать Его лично. Теория хороша, но без практики она не стоит и гроша. Те, кто кричали, распни Господу, они знали теории, хорошие теории. Они были религиозно подкованы, грамотны. И их на мякине не проведешь, знаете ли. Они знали разные богословские воззрения, школы были разные в Иудее. Но, дамы и господа, братья и сестры, здесь написано еще, я вернусь здесь чуть, интересно. В той же восьмой главе, только повыше, повыше. Какой-то стих, девятый стих, да. Вы не по плоти живете, восьмая глава, в этом стиху написано, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. То есть, в духовной жизни реально мы можем жить только лишь, если Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Интересно, что действительно, братья и сестры, проповедовать вот в таком собрании, вот как ваше собрание, допустим, да, порой это для меня задача серьезная, очень даже напрягает, честно говоря. Потому что много знаете вы уже. И я хочу, что вам сказать. Знания хороши, но в меру, и к месту. Познание Творца – это не только знание о нем. Я имел свой опыт, конечно, я вот ими делюсь сейчас. Поделился немного, рассказал. Но я когда умер, я не знал никакой теории о нем. Ни мусульманской, ни иудейской, ни тем более христианской. Никакой я теории не знал о нем, абсолютно никакой. Я даже не знал, что он вообще в природе существует. И знаете ли, для околосмертного опыта очень важно, да, на самом деле я считаю, важно, во что человек верил, что он знал при жизни. Вот я помню околосмертный опыт, предсмертный опыт. Но когда ты переходишь в черту уже, когда ты уже там, там уже не важно, во что ты верил, что-то знал при жизни, что ты не знал, абсолютно не важно. Там, ну, другое, совершенно другое измерение. Измерение любви, оно совсем другое. Там даже, вот, ну, знаете, похоже на зазеркалье в чем-то. Я потом так, для себя так, для удобства понимания, сказал это однажды. Вода, к примеру, вот, оставляю себе ее, да, я как будто бы ее теряю. Вот, даю ее, как будто бы получаю. Ну, это чудно, конечно, у нас здесь все по-другому. Здесь, ну, самое интересное, попадая в тот мир, да, в более реальный мир, более реальную реальность, настоящую реальность, подлинник, понимаешь, сразу как-то соображаешь, что это как раз нормально. Вот. Многие вещи, которые у нас считаются нормальными, там это ненормально воспринимается совершенно. Здесь нормально, к примеру, жить при себя, да, вот, там это считается ненормально. Там это стыдно даже, очень стыдно. Я там, мне казалось, я самый плохой мальчик, что жена на земле, мне казалось, тут провалиться, а там провалиться не было. Там. И что скажу о Боге? Я был перед Ним, я заглянул ему в глаза. Знаете, что скажу? Он хороший. Это не подхимаш, и это не потому, что я вот за кафедрой сейчас батюшку, я обязан вроде как хвалить его. Это, на самом деле, он хороший. Вот, серьезно. Вот. И мне нравится, как американцы говорят, «гад из гуда». Гад гуд. Он красивый, он хороший. И любовь к маме, папе, что я знал до того, любовь к моей собаке. У меня была собака раньше, еще у ребенка. И она меня очень любила, эта собака. Облизывала все время, и смотрела на меня так, и я понимал, вот, скажи ей жизнь отдать, она отдаст. Притом даже не спросит, зачем, что, почему, как бы. Вот такая прям. И она реально, вот, я это знал, что она вот, реально, она как бы спрашивала, безмолвно, как бы, прикажи только. Вот. И так интересно. Но его глаза, они еще, еще больше. У него это еще больше. Это глаза собаки, или человека, или кого, что угодно, здесь на этой земле глаза. Они лишь, знаете ли, все сущее, растительный мир, животный мир, птицы, все, человеческий род наш, все, как бы, отражает немного, чуть, вот, его. Он очень хороший. Настолько, что, когда я вернулся, я был пожалел, что вернулся. Такое, что даже, вот, и плакал, первые эти дни, особенно, я со школы приходил, плакал, и очень хотел, думаю, хотя бы секундочку, на глаза снова посмотреть. Я не мог без этого жить. И у меня был только один опыт с ним общения, это вот, заболеть, простыть, заболеть, умиреть, вот. И у меня в школе даже грешным делом возник такой план хитро-лунный. Вот, объезд самороженого, простыть специально, вот. Хотя было больно, воспоминания еще тогда были живые, но воспоминания о смерти. Больно было выходить, и заходить еще больнее, но я даже готов был на это пойти, вот. Хотя даже не был уверенности, что все так же получится, как и в тот раз. Но, знаете, слава Богу, не дошло до этого. Не до мороженого, не до простуды, не дошло. Можно с ним разговаривать без мороженого, оказывается. Вот, и я плакал вечером, утыкался в подушку, плакал, и забылся снова. Вот. И во сне я научился с ним разговаривать, не выходя из тела. Без мороженого, без экстрима, без болезни, не выходя из тела. Можно с ним разговаривать. Сейчас я это знаю. Есть слово такое, молитва, очень хорошее слово. Правда, оно очень затасканное такое, и замызганное, как Маяковский писал когда-то, слова у нас будут, он сравнил их с платьем. Ветшают как платье. И действительно от, как говорили в школе, да, сколько будет? Три, 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 три. Дырка. Многие слова затираются так, что теряются смысл. Не знаю, играли в детстве или нет, какие-то слова, одни же повторяешь, до того момента, пока уже даже потеряешь смысл этого слова вообще, что это означает слово. Глупая игра, но поучительная. Вот, к сожалению, взрослыми мы забываем об этой игре. Что слова, они забываются, они теряются. Не передают порой того, что в них изначально заложено груда. Слово молитва большей частью и в христианстве, и в исламе, и в иудаизме, и в других религиях сегодня называют то, что молитвой не является вообще. Молитва – это общение с Ним. Это общение с Ним. Это живое общение с Ним. Живое раздовольствие. И в этом общении наше познание Его. И Его познание нас. Он познает нас. Мы познаем Его. Вот. И самое великое, Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас. Если это происходит, да, то написано «Воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваше смерть, а Духом Святым, живущим в вас». Вообще, прекрасные слова послания. Там перечитываешь и просто диву даешься. Что вот надо же, действительно, мы исполняемся Духом Христовым. Наполняемся им, дышим им, живем им и существуем. И уже даже не мы живем, а Христос живет. Христос в нас. Вот. И это великая тайна, друзья. Величайшее таинство, величайшее таинство. Погружайтесь в Него, пропитывайтесь им. Погружайтесь в Него. Если кто-то из присутствующих еще не в теме, если кто-то из присутствующих еще не погружается в Него, просто умоляю, сегодня просто послушайте. Просто послушайте и погружайтесь в Него. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты, Бог Святой, спасаешь людей. Ты, Господь, свершаешь чудо, свершаешь великое. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Спасибо за все. Спасибо. Спасибо. Общение с Ним, оно происходит один на один. Даже если мы в многолюдном собрании, ну, как сейчас, все равно, даже если мы вместе повторяем одни и те же слова вслед за проповедующим, допустим, молящимся с микрофоном человеком, все равно, каждый из нас один на один с ним. И неважно, в толпеты шумные или в уединении. Неважно, ты буквально закрылся в комнате своей, двери закрыл или нет. Кстати, во времена Иисуса свои комнаты имели единицы люди. Жизнь такая была совсем другая. Личное пространство было критически мало для человека. И поэтому выражение еще Шамая старшего затворил дверь, который помолился отцу твоему, который втайне, Иисус, который использовал, оно сейчас воспринимается как буквально дверь, который закрыл и закрылся, заперся в своей комнате. Но это больше похоже на, чтобы было понятнее, как вот в детской игре. там чик-чирик там или как там я закрылся, я в домике, да? Вот нечто подобное. Или же вообще видели, наверное, я не взял с собой талит еврейский, молитвенный покрывал, полотенце как бы, да? Вот. Накрываешься и в то время это считалось, когда суда закрыть дверь, помолиться отцу, который втайне. Имелось в виду, что ты должен осознать это, что ты один на один сейчас с ним. С ним. И в этом общении все рождается вообще. В этом общении вся жизнь. Каждый из нас проходит какую-то свою молитвенную школу, свое познание, свой опыт, у каждого уникальный опыт. Миллиарды людей и каждому Бог имеет свою дорожку, имеет свое какое-то особенное слово, имеет какое-то свое. Потому что каждый из нас как отблеск вот этой великой славы Божьей, бесконечной славы Божьей, каждый из нас в себе несет удивительное чудо. И знаете, друзья, пусть эта искорка Божья, которая есть у нас, она разгорается, не гаснет, пусть это то, что в нас горит, оно не тлеет, а горит на самом деле горит. И потому что христианство это Христос, христианство это на самом деле познание этой истины, пропитывание им, Господом. и тогда действительно ничто нас не отлучит. Пример такой приведу, иллюстрацию такую. Давно это было. Вот. И самому не верится, что это было, но расскажу. В моей жизни это было, еще время было советское, 80-е годы в советской армии. Вот. И я об этом свидетельствовал, рассказывал как-то и раз, тоже в разных собраниях. Вот. И знаете, друзья, когда в карцере возопил к Богу, просто возопил к Богу, беззвучно, потому что нельзя было вслух молиться. Еще сутки добавляли, еще сутки добавляли. Вот. И знаете, просто будучи обессиленным уже и в холоде и в этих условиях нечеловеческих, для выживания невозможных условиях, просто возопил к Богу. И знаете, он услышал и он ответил. Это было чудо. Там в карцере держали долго меня. Последних полгода служба в армии, первых полтора года у меня была хорошая служба, вот, последних полгода была самая сложная, потому что к нам ротный командир новый пришел, который был таким воинствующим безбожником, будем так говорить. который, ну ему сказали, рот образцовый, но там есть одна паршива овца, имею в виду меня, которая все стадо портит. На моем личном деле кто-то еще в инкомате написал, там верующий. Ну, в принципе, в полку-то знали меня, я там почти всех офицеров страдил новыми заветами, хотя это очень трудно было достать в советское время, но я там через моего батюшку доставал. И знаете, офицеры спрашивали меня один на один так и не просто выпытывали что-то, а им интересно было на самом деле услышать. Один из них, майор, один там говорил все, ну, как, Журублев, правда, то, что ты говоришь, на самом деле вот, есть там суд, вот, бог, суд, и рай, ад, я говорю, да, я говорю, правда, эф, черт, вот у меня такие проблемы вот. Многим из них это было чудно все слышать, конечно, но слушали, вот, и тот офицер, когда пришел, он держал меня в основном на галпахте, и чаще всего в карцере. Последний раз посадили, значит, и держали там в общей сложности получилось полтора месяца в карцере. вот, выжить, ну, невозможно, здоровья не хватит столько. Это полтора месяца в холоде, в голоде, в жажде, в цементном мешке просто, будем так говорить, как грузовый лифт и цементный полумрак, застрявший на полтора месяца. Вот, и, знаете, ну, одно ФБ на тебе и фактически нулевая температура, ледник, хлоркой дышать, когда поступаешь туда, там у них процедура такая была, приемы на голпафту у нас очень жесткая, отбивали сразу печень, почки, все отбивали, вот, значит, и, ну, очень жесткий был у нас карцер, и вообще голпафта была очень жесткая. У нас, в Московской области служил я, в такой элитной части, вот, и была очень жесткая у нас голпафта, вот, где выбивали всякое желание вот, жить как-то по-другому, не как тебе говорят. вот, и, и, да, делали, ребятам, аквариум, там, у нас была система таких, были офицеры, которые просто любили издеваться, вот, и вот, оторвались по полной, вот, допустим, два-три ветра холодной воды наливали туда еще, и совок хлорки, хлора, вот, это сразу сопли, слезы, голова, вот такая башка, и быстро теряешь сознание, вот, потом тебя потаскивает, приводит чувство, потом снова хлор, короче, это, через там, денек таких вот процедур аквариума, ты просто, ну, вообще, просто ты не ты уже, все, ты просто овощ какой-то, вот, и, значит, ты харкаешь кровью, потом, значит, просто, значит, и ничего не соображаешь, вот, и, знаете, были разные другие, некоторые вещи прошло там уже достаточно времени много, знаете ли, там 30 лет прошло больше, но до сих пор порой некоторые вещи вспоминать чудно, конечно, и даже самому не верится, что выжил в тех условиях, вот, и, да, полгода я провел фактически там, на Галпахте, выходил на сутки, на двое, и снова потом туда попадал, вот, то есть большей частью там находился, и зимой выгоряли на улицу, там, такой внутренний горик, вот, на босу ногу кирзачи, вот, в одном ПШ, значит, и шинелька на тебе, значит, там температура ниже 30 градусов, и ты ходишь по этому плацу, на босу ногу в одних кирзачах, вот, проходит час, проходит два, ты ног не чувствуешь, они просто култышка у тебя, вот, и потом заходишь, ты просто их не чувствуешь, потом, отнимаются ноги у тебя, ты просто сидишь на цементе, и не соображаешь ничего, вот, потом ноги возвращаются, приходят в себя, постепенно, вот, потом процедура повторяется, там много других было метод, таких, знаете ли, очень жестких методов, таких, ломки, человека, века, но, я сейчас не о том, о том, что, разные были офицеры, не только садисты, у нас были многие нормальные офицеры, но просто система сама была такая, система была очень жесткая, вот, и, не знаете, а тот офицер, который, вот, мной занялся, так радикально, и обещал дебильные гады вперед сделать мне, то он был из блатных офицеров, его родной отец был командующим военном округе, генерополковник, он был старшим лейтенантом, вот, а его отец во это был командный генерополковник, вот, и, конечно, он вел себя очень, так вот, вот, охамственно, даже на построении полка, все, командир полка стоял смирно, офицеры все вышедшие вперед стояли смирно, мы стояли, солдаты, правыщики все стояли смирно, вот, он один стоял вольно, в пентагоновской шапке аэродром в кардиновых сапогах с плёточкой с бриллиантовой заколочкой. То есть он вёл себя, показывая, что он белая косточка, вот все остальные ничто. Весь Бог ничто. Вот, значит, гордец, но самая страшная ошибка его жизни была то, что он считал, что Бога нет. Самая его страшная ошибка. Вот. И потому что я перед вами стою сейчас, вот я, значит, освободился из армии, я не увольнялся, я освобождался из армии. Оттуда. Вот, значит, но, как потом выяснилось, я не сразу узнал эту историю, я потом узнал, спустя некоторое время, некоторые годы, узнал продолжение этой истории. Оказывается, что произошло тогда. Этот офицер, он, ну, этим словом, погиб. Вот. И когда я услышал об этом, я понял, что вот как важно молиться за гонителей, за обижающих, за тех, кто восстает против. Знаете, если гонит верующего, если верующий, он не так сильно погружается в Бога, да, и Бог не погружается в него, то часто такие гонения для гонителей сходят с рук, будем так говорить. Вот. Они не так болезненно для гонителей, будем так говорить. Но чем ты глубже погружаешься в Господа, то урок такой я для себя взял. Как важно молиться за гонителей. Как важно молиться. Потому что тогда человек, если ты погружаешься в Бога, Бог погружается в тебя, и вот эта печать уже стоит на тебе, да, и познал Господь Своих, тогда, знаете ли, человек, касающийся тебя, он касается неизбежно Бога. И не просто, а как бы оголенного нерва его касается, или же тычет пальцем в глаз его. Вот. И расскажу, что было. Расскажу эту историю. Когда сил уже не было, ну, месяц уже прошел там, премывание, сутки, двое, трое там добавляли, еще двое, еще трое суток, еще двое суток, и уже месяц набежал. Месяц в холоде, просто насквозь промерлся, что уже был. Вот, значит, и только лишь можно было, только лишь кровь разыграть, чтобы немного поприседать, поджиматься, чтобы вот немного хотя бы это, ну, чтобы меня колеть. Вот. Месяц не спать, потому что там это, ну, там никакой мебели, это даже если палок в мебель, там нельзя спать, замерзнешь после, не проснешься. Вот, значит, и в одном хэбэ был я, значит, и дышать этим флором, не есть, и самое страшное, не пить. Там давали, первые сутки там какие-то не давали, двое там, все там, не давали ничего, потом наливали такой полкружки на сутки такой жижи, знаете, как они баки моют. В нормальных условиях с этого напитка, ну, стошнит человека в нормальных условиях, но там даже это пьешь, потому что надо хоть что-то пить тебе, вот, и просто лижешь стены, потом, целишь, чтобы тут немного влаги было в языке, вот, значит, и ну, и другое, ладно, не буду все рассказывать, там страшные вещи, на самом деле, еще более страшные вещи. Одним словом, подбивали все, я хоркал просто кровью, и, ну, уже понимал, что выжить невозможно будет, и садился на цемент, и в таком состоянии уже приходила апатия такая. Ну, это была моя молитвенная школа, когда то, что называется безмолвная молитва, школа безмолвной молитвы, когда никак нельзя было даже вслух что-то сказать, иначе добавляли еще сутки, я же не знал, сколько там я буду держать, все это вообще сложно. Вот, и с каждым днем надежно таяло, выйти оттуда жирным, конечно, но она оставалась, цеплилась все равно, эта надежда, вот, и, знаете, ну, так, и вот, взмолился, взмолился к Господу, я, в общем-то, до армии только Библию читал, я больше ничего, как бы, не знал особенно, хотя прочел несколько еще дополнительных книг христианских, вот, тот священник, к которому я ходил тогда до армии, ну, немного походил, поинтересовался уже кое-чем, и вот этот священник, он снабдил меня там некоторой литературой, я прочитал там «Жития святых», вот, некоторых избранных, и вот, вдруг мне вспомнился, вспомнился эпизод с Георгием Погноносцем, Юрием, вспомнилось, как его однажды, ну, он был офицером римских легионов, там, его репрессировали за веру во Христа, и подвергли его избиения, значит, там, и наутро считали, что он уже умрет, но если он выживет, то его должны были казнили утром, и каково же было удивление, там, этих легионеров, там, римских, когда они открыли каземат, а Георгий, живой-здоровый, на пороге, вот, вот он, они, конечно, были, там, в шоке, что случилось, ну, и Георгий популярно рассказал этим солдатам, что к нему туда, в камеру пришел Иисус, и его полностью исцелил, те солдаты, они понимали, что их поголовки за это не погладят, но они покаялись, они исповедовали Иисуса, они там кричали, «Милить Бог христианский», там, что-то еще написано, они, условно, их казни взяли, вот, в тот же день, вот, представьте, «Совершенна любовь, изгоняя всякий страх, даже страх перед смертью», вот, и, но меня вот впечатлил, как-то вспомнился этот эпизод, что Георгий-то был исцелен, и я понимал, что мне нужно исцеление, просто все, ну, никакой силы не стало вообще внутри, абсолютно, вот, просто все, и, знаете, возобил Богу, возобил, и я примерно так вот, сказал ему, что, когда, что, Христос, я же христианин, кому еще мне вот, обращаться, как бы, что мне нужна помощь, мне нужна помощь, и все, и когда помощь пришла, в следующие, там, эти секунды, то, честно говоря, я подумал, что сошел с ума, наверное, вот оно, думаю, началось, но, но эта мысль сразу же ушла, потому, что так хорошо стало, как говорится, ни в сказке сказать, ни первому писать, вот, но, как написано в Слове Божьем, немного по-другому там, что не видел того глаз, не слышал этого уха, не приходило того сердца человеческого, что приготовил Бог любящего, и нам это открывает Бог, духом святым своим, интересно, вот, передо мной стена, ну, я целый месяц уже в полмраке, значит, и вот, только сутки отмечаешь, когда еще одного рода в кору заступает, и к тебе заходит, кто-то, ну, офицер, вот, должен положить ему, и вот, интересно, что вместо стены я вижу яркий свет, яркий свет, ярчайший, и этот свет, он не слепит, не слепящий, но он очень яркий, это невероятно, знаете, как будто смотришь на солнце, только еще ярче, вот, и он этот свет меня согрел, ну, представьте, стены нет, только один яркий свет, и этот свет, он насквозь проходил, меня как художника, очень сильно впечатлило, я же, в армии, ну, вообще, я учился в училище, школу художественную, потом училище художественное, и всегда любил игру свет и тени, а здесь, знаете, когда вот свет насквозь проходит, он не оставлял ни полтонов, ни теней, как бы, ни насквозь, и ни насквозь, ну, как бы, это не опишешь просто, но меня очень сильно, это просто заворожило, удивительно, и я впервые за месяц согрелся, кстати, так согрелся, что потом не остывал, еще пока пару недель, у меня там набежало до времени, в этом же карцере, но я оттуда освобождался, да, теплым, и это не была не температурная, знаете, теплота, а не болезненная, а здоровая вполне, я был теплым, вот, и этот свет меня как будто бы, не знаю, как назвать это даже правильно, но как будто он меня напоил, накормил, там, и спать положил, и все, то есть, не знаю, последние две недели я не хотел ни есть, ни пить, ни спать, не потому, что привык уже, вот, как в том анекдоте, да, лошадь, только привык, не жрамш уже, ты сдохи, вот, это не привычка, не, это не то, что ты уже просто привык уже, да, не жрамши жить, а то, что, вот, мое тело было довольное, как будто я поел, поспал, попил, отдохнул вообще, вот, ну, не знаю, ну, и оно было счастливое, даже тело, не только душа и духа, и тело было счастливое, вот, и интересно, этот свет яркий, он проходил насквозь, и он согрел меня, а в этом свете еще ярче свет видел, хотя представить было невозможно, что-то более яркое, но оказывается есть еще более яркое, в этом свете еще ярче свет, и это был Иисус, там сразу знаешь, кто есть кто, и что почем, ну, другое совсем измерение, более реальная реальность, и там сразу знаешь, кто это, что это, и вот это был Иисус, и он шел, и довольный, как паровоз, улыбается, счастливый такой, знаете, вот, самого счастливого, когда видишь человека на земле, вот он вообще, самый счастливчик из счастливчиков вообще, везунчик из везунчиков, он просто счастливый, просто, довольный, я там чуть не плачу, стою, встал, значит, там, значит, прошу помощи, а он такой довольный, счастливый, так смотрит, и так, ой, особенно глаза, вот запомнились, и улыбка, вот, это потрясающе, я, ну, понятно, как художник видел, разные, там, иконы, картины, но такого счастливого, довольного Иисуса не видел, никогда, он, он очень довольный, очень счастливый, он убавившийся, вообще классный, такой хороший, такой добрый, вообще, я не знаю, просто, я это видел уже не выходя из тела, я был в теле, я не помер когда, я был в теле, вот, значит, и, вот так вот, и он уже был близко, приближался, ну, тоже, вроде как, ряса, не ряса, ну, что-то такое, из этого света все, более яркого еще, и он в руки, вот так руки поставил, вроде как обняться хочет даже, вот, а он все больше приближается, у меня внутренности, все кишки мои, знаете, как будто бы, сердце, все-все-все-все, как будто бы на паровой бане, просто все кипит вообще, вот, ну, не больно, но, просто, даже горячо, даже горячо, не просто сорвался, а было горячо, и, когда он был уже рядом уже, то, вот, прозвучало что-то вроде, достаточно, или все, или хватит, или что-то такое, и прекратилось это все, но, внутренности так же кипели, я понимал, он так же стоит здесь, но, вот, просто я перестал его видеть, вот, думаю, еще секундочку продлилось бы это, наверное, я бы уже не мог бы просто стоять здесь, просто бы кинулся к нему бы, и все, да, значит, и знаете, это потрясающе, вот, и я улыбался, два-четыре часа в сутки, семь дней в неделю, две недели подряд, меня туда освобождали, когда, у меня тут мышцы обмолели даже, как бы я в плен, не знаю, как, я улыбался, не, ну, раз в сутки, я пытался сделать серьезное лицо, я понимал, это серьезное учреждение, как бы, да, значит, и моя участь, вроде как бы, такая печальная, вроде как, человеческая, вот, и я понимал, что там, новая рота впервые заступает, слышу там, там открыли, тот, ту камеру, ту камеру, скоро до карцерной, дойдут уже, мне нужно, а то скажут еще, что-нибудь, с ума сошел, поэтому, я пытался сделать серьезное лицо, видимо, плохо, плохой из меня, видимо, актер был, вот, но я пытался, как мог, не улыбаться, думаю, надо же, ну, как-то посерьезнее все-таки, вот, как-то, и для меня это было тяжело, вот, раз в сутки сделать это было очень тяжело, но я пытался, вот, сделал серьезное лицо, а второе, что я пытался, я пытался, я себя еле сдерживал, мне так хотелось скинуться, обнять этого офицера, он почувствовал тоже это, они, видимо, и так чувствовали, без обнимашек, потому что, уже заходили ко мне совсем, знаете, по-другому, как будто ко мне в офис заходят, как будто я пост какой-то, вообще, они даже не слушали мой доклад уже, Журавлев, у тебя что есть, постоянка что ли, короче, разворачивались и уходили, все, как бы, вообще, как будто, не они здесь, вот, и, потом закрывались двери, моего карцера, вот, и я расслаблялся, и снова улыбался, и я снова был счастлив, счастлив, значит, не скрывая этого уже, вот, значит, и вот, просто, да, в этом, три шага сюда, полтора-два шага, вот, сюда, вот, в этом маленьком пространстве, просто стоял и улыбался, я был теплым, я не остывал, мне не нужно было приседать, отжиматься, чтобы, я перестал кашлять кровью, я дышал ровно, вот, то есть, я не хотел пить, есть, спать, мое тело было довольно на все сто, вообще, никаких, никакого не было дискомфорта, абсолютно, вот, я не знаю, как это еще передать, и вот, кстати, когда я однажды в Киеве рассказывал эту историю, там были курсанты, много очень ребят было, курсантов, будущих офицеров, и там были преподаватели, этого военной, этой военной академии, и, там был класс один, курсантов, военных врачей, военных врачей, и у них был полковник, преподаватель, пожилой человек, он подошел ко мне, потом мы общались, ну и курсанты, ребята, мы с ними общались, интересно, ребята, вопросы задавали тоже всякие, вот, и тот полковник, он сказал, что он врач, он психиатр, значит, и преподает, вот, военной академии, врачам, будущим военным, и он сказал, что, знаете, при самоуважении, батюшка, но вот то, что вы описали, это галлюцинация, потому что, в месяц, ну да, конечно, такие издевательства, они, конечно, ну, страшно, но, вот, чтобы пережили, но, вот, все слагаемые хорошие галлюцинации, месяц дышать хлором, не спать, не есть, не пить, значит, в холоде быть, ну, как бы, он объяснил, как галлюцинация, но я ему сказал, товарищ, мне не как, господин, не помню, как сказал, полковник, и, там, эти, будущие офицеры, курсанты тоже схлопились, я говорю, знаете, при всем уважении, я не оспариваю, как вот, я что-то специалист, а не врач, но я считаю, что это не была галлюцинация, почему, потому что галлюцинация, она касается, лишь самого человека, который что-то там видит, допустим, или ему кажется, что он что-то видит, значит, но видение, оно меняет человека, и меняет обстоятельства вокруг него, дело в том, что тот офицер, который мне, где были на камеру, вперед должен был сделать, он сам, как оказалось попозже, я узнал попозже, что он трагически погиб, вот, я не желал ему никакой смерти, бог свидетель, но хотя, я особенно не молился, честно говоря, в этом направлении, но не имел такого опыта, честно говоря, вот, и, и многое другое еще рассказал, так вот, представьте, полтора месяца я не ел, а здесь, в солдатской столовой, я помылся, пошел в столовую, поел, и поел хорошо, значит, там, и даже бутербург себе сделал в солдатской, когда батон, берешь батон, и так вот, вот так вот, завязываешь, масло, хлеба, масло, сахар туда, значит, и чайник на чай, и, короче, такие смоколыки солдатские, вот, и у меня никакого заворка, мешок не было, знаете, как будто я ел всегда вообще, как бы, и как будто бы, это, нормальная пайпевая была, то есть, вообще, а ведь, представьте, полтора месяца не ест, там, тебе завернется, я потом сообразил, что не надо было так, набрасываться так вот сразу, поесть хорошо, ну, как бы, я не думал просто об этом, это потом уже мысль пришла такая, но, слава богу, все нормально, то есть, мой организм работал, как будто бы, все было вообще, в обычном режиме, вообще, все было классно, вот так вот, и, знаете, друзья, познание, истины, это познание Иисуса, погружайтесь в него, конечно, слава богу, что у нас есть возможность погружаться в него без экстрима, вот, не в карцере, не под прессом обстоятельств, а от этого погружение еще ценнее становится, когда мы, сами погружаемся в него, когда мы, наш опыт тогда становится еще более ценным, еще более важным, когда мы не под прессом чуда какого-то, да, а сами изъявляем это желание, вообще-то, Бог хочет по-любому нашу доброходность, доброходность, дающим любит Господь, когда ты не под нажимом обстоятельств нечто совершаешь, вынужденно, как бы, да, а вот сам лично погружаешься в него, просто по любви, просто потому, что, действительно, вот, любишь его, вот, и пусть Господь благословит, и скажу, что, вот, в нем, в этом погружении, в него все есть вообще, для человека все есть, и тогда, действительно, нас ничто не отлучит от него, от Бога, вот, потому, что мы в нем, а он в нас, потому, что мы одно, и верующий, как вот Иисус говорил, тогда повторяют, я и Отец одно, или как в песне песней говорится, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, спасибо тебе, Господь Святой, благодарю тебя, благодарю тебя, познание истины делает нас свободами, твоя любовь, она освобождает нас, спасибо тебе, спасибо, спасибо. Мой возлюбленный И прекрасен, Краше тысячи других, Вид его подобен кедру На подножьях золотых, Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный грядет, Вот он идет, Бог мой грядет, Мой возлюбленный Мой возлюбленный Грядет, Мой возлюбленный Мой возлюбленный Стучица, Отвори, сестра моя, Время пения Модельная настала, Голубица Голубица чистая, Голубица Вот он идет, Господь грядет, Мой возлюбленный Грядет, Вот он идет, И Библия завершается словами очень драгоценными, которые в последние дни раскроются. Гряди, Господи Иисусе! Итак, церковь все больше и больше подходит к этому моменту, когда и Дух, и Невеста будут говорить одно и то же. Мы подходим к этому моменту, когда действительно и Дух, и Невеста одно и то же будут провозглашать.